Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем цикл видеороликов по технике безопасности при работе на станках. И как вы уже поняли, сегодня техника безопасности при работе на ленточных пилах. Покажу на примере Sabra 350, если вам интересно, обзор есть по ссылке в описании. Начну, пожалуй, с небольшого традиционного вступления, которое вы можете перемотать по тайм-коду из описания или на таймлайне. В первую очередь, небольшое дополнение к предыдущему видео по циркуляркам, но оно касается работы на всех без исключения станках. Под ногами ничего не должно валяться. Все обрезки нужно складывать в отдельное ведро, ну или хотя бы откидывать подальше, а потом их обязательно убирать. Одной из причин травматизма является то, что оператору что-то попало под ноги, он оступился и упал руками в рабочую область. То же касается и растянутых удлинителей. И сразу хочу обратиться к вам с просьбой. Не пишите, пожалуйста, в комментариях наиглупейшую, пафосную, банальную фразу о том, что ТБ пишется кровью. Еще раз повторюсь, что ТБ пишется интеллектом. Грамотный специалист всегда напишет правильную инструкцию, которая на 100% будет работать, потому что он знает, какие опасные ситуации могут постерегать персонал в тех или иных работах. Ну а якобы специалист, у которого ТБ действительно пишется кровью, просто находится не на своем месте, и его надо гнать в шею. Другими словами, он просто экспериментирует на рабочем персонале. Написал один пункт, ага, руку оторвало, хорошо, мы перепишем, давайте попробуем по-другому. Ногу оторвало, ладно, еще раз перепишем, потом голову и так далее. То есть здесь эксперименты недопустимы. В общем, я надеюсь, что вы не будете оскорблять мое зрение этим лютым бредом. Поэтому перейдем непосредственно к теме. Ленточные пилы менее опасны, чем циркулярки, но не стоит их недооценивать. Как и любая пила, она может захватить одежду и затянуть в рабочую область. Первое правило при работе с любыми пилами, ни в коем случае нельзя работать в перчатках. Пусть даже у вас лохматая доска, в любом случае, занозу вытащить легче, чем пришить на место палец. Второе правило касается рабочей одежды. Если она с длинным рукавом, то манжеты должны быть надежно застегнуты. Но все-таки лучше работать с голыми руками. Так безопаснее. При работе, конечно же, нужно пользоваться толкателями. И вот, кстати, именно в ленточных пилах, те штатные толкатели, которые имеют стандартный внешний вид и идут в комплекте, они здесь удобны. Правда, применение толкателей не всегда рационально. Они очень хороши, когда вы пилите узкие заготовки небольшого размера. Если же вы распиливаете широкую доску, то здесь толкателем пользоваться неудобно. И велик риск того, что полотно изогнется или деталь станет наперекос, и, в принципе, полотно может лопнуть. Не то, чтобы это было чрезвычайно опасно, но все-таки лучше этого избегать. И об обрыве полотна я расскажу чуть-чуть позже. Очень важно правильно выставлять высоту верхней опоры. Ее положение зависит от деталей, которую вы будете обрабатывать. Например, у меня есть доска, и мне нужно напилить шпон. Конечно же, опору нужно поставить повыше. И другое дело, если деталь мне нужно распилить на какие-нибудь рейки. При работе с тонкими деталями опору нужно опустить ниже. Расстояние от деталей до опоры должно составлять где-то миллиметров 20. И, конечно же, после регулировки опору нужно зафиксировать. Расстояние в пару сантиметров вам будет вполне достаточно для того, чтобы видеть, где проходит линия реза. Если вам нужно напилить узкие рейки, то, конечно же, вы не сможете установить упор в нужное положение. Сейчас в большинстве ленточных пил упор можно положить плашмя. Нужно снять упор и установить его на кронштейн горизонтально. При таком положении упора вы можете безбоязненно пилить и отпиливаемую часть придерживать, например, небольшой реечкой. Если вы пилите деталь относительно параллельного упора, вам практически не нужно ориентироваться ни на какую разметку. Поэтому опору можно опустить еще ниже и не смотреть, как происходит рез. Нужно всегда помнить, что чем больше расстояние от опоры до обрабатываемой детали, тем выше риск попасть в рабочую область пальцами. У ленточных пил очень маленький стол. И если вам предстоит распиливать длинную деталь, то нужно обязательно использовать вспомогательные опоры, которые располагаются за столом. Роликовые, либо шариковые. Суть в том, что когда вы начинаете пилить с ближнего края, вы деталь придерживаете и вам кажется, что все хорошо. Потом деталь проходит середину и когда вы ее допиливаете, дальний конец начинает перевешивать. Деталь начинает приподниматься. В результате вам приходится прикладывать большое вертикальное усилие, чтобы компенсировать вес свисающей дальней части. Это довольно неприятная ситуация, потому что вам нужно, во-первых, прикладывать вертикальную нагрузку, при этом еще с определенным усилием проталкивать деталь. И соизмерять эти две нагрузки не всегда получается. К тому же на нижней части деталей образуются сколы и щепки, которые могут зацепиться за стол или за вкладыш. Вам придется приложить еще большее усилие, и вот здесь какое из них перевесить, неизвестно. И ни в коем случае нельзя держать руки на линии реза, потому что, например, дерево может быть ослаблено, может быть какая-то микротрещина. Или за счет внутренних напряжений оно вдруг лопнуло, нагрузка, которую вы прикладываете, чтобы толкать деталь, резко исчезает, и ваша рейка влетает в ленточное полотно. Чтобы не быть голословным, я сымитирую эту ситуацию, правда рейку пилить не буду, просто резко толкну рейку, которую я толкаю, на ленточное полотно. Итак, это дубовая рейка, толщина около 10 мм, доли секунды и где-то сантиметров 12 прорезано. Если бы этот толкатель был короткий, я бы точно влетел руками под ленточное полотно, поэтому длина должна быть приличная. На ленточных пилах часто приходится делать черновые резы или пилить материал, который недостаточно высушен. В этом случае лучше использовать полотна с максимально грубым резом, с максимально большим разводом зубьев, чтобы они делали более широкий рез. Бывают случаи, когда вы не можете допилить деталь, например, полотно зажимает или рез сходится за полотном. Обратно вывести деталь вы не сможете. Если вы на ходу попытаетесь это сделать, вы зернете полотно, оно слетит и внутри ленточная пила обязательно сложится и лопнет. При выполнении длинных или сложных резов лучше заранее заготовить деревянные клинья, которые вы сможете забить в только что сделанный пропил. Так и пилить будет легче и меньше шансов, что полотно зажмет. Вывести деталь назад очень сложно по одной простой причине. Обушок не имеет зубьев и он натирает себе ступеньки. Может зацепиться за какую-нибудь щепочку. С тонкими деталями сложностей нет, а проявляется это все на большой толщине. Разракленные волокна древесины неизбежно сходятся за полотном и в них упирается обушок. Многие подшлифовывают обушок пилы абразивным бруском прямо на ходу пилы. Да, это дает свой результат, потому что обушок становится полукруглым и легче выходит назад. Плюс это дает некоторое преимущество. Вы можете пилить по более крутому радиусу. Но я бы не сказал, что это очень большой выигрыш. Полотно всегда должно быть острым. Одна из самых неприятных ситуаций, когда вы начинаете пилить вроде бы ровно, а потом в процессе реза ленточное полотно внутри детали изгибается и вырезает полукруг. Естественно, в таком случае ленту заклинит. Приходится очень сильно толкать. И здесь такая ситуация. Чем сильнее вы толкаете, тем сильнее полотно убегает в сторону. В результате пила не справляется и она может остановиться. Повторно ее запустить вы не сможете. Также вы не сможете вывести эту деталь обратно. С остро заточенными полотнами такое происходит крайне редко. Но если полотно чуть-чуть подтупилось, здесь этот эффект проявляется примерно в 80% случаев. Прикладывать к детали чрезмерные нагрузки при работе на любом станке небезопасно. В том числе и при работе на ленточной пиле. На детали может быть микротрещина или деталь может просто лопнуть. Вдруг нагрузка исчезает и у вас руки летят в сторону ленточного полотна. Ну а теперь об обрыве полотна. Полотно может лопнуть в нескольких случаях. Первое это неправильная настройка пилы. Например, полотно слишком сильно перетянуто. Вторая причина это недобросовестность сварщика, который делал вам ленту. И третья причина это неправильно подобранное полотно. Номинальная толщина ленточного полотна напрямую связана с диаметром колеса. И об этом я уже рассказывал, но все-таки повторюсь еще раз. Чтобы определить номинальную толщину ленточного полотна, нужно диаметр колеса поделить на 600. Например, для 12-дюймовых пил с диаметром колеса 300 мм, номинальная толщина полотна составляет 0,5 мм. Ленточные полотна имеют несколько стандартных толщин. Например, 0,3 или 0,32, 0,4 или 0,40 с чем-то с хвостиком. Дальше идет 0,5, 0,64, 0,8, 0,9 и дальше так по нарастающей. Для 350-й пилы делим на 600 и получаем 0,64. Это я имею ввиду именно стандартный размер. Конечно, там цифра получается другая, но от стандартных полотен мы никуда не денемся. Я сейчас говорю именно о номинальной толщине полотна, но можно перескочить на один шаг вперед. То есть для 12-дюймовых при номинале 0,5 можно применять 0,64, но не толще. Для 350-й пилы при номинале 0,64 я могу применять полотна 0,8, но не толще. Толщина ленточного полотна неразрывно связана с минимальным радиусом изгиба. В принципе, любое ленточное полотно можно изогнуть довольно круто и ему ничего не будет. Но одно дело изогнуть один или два раза, и совсем другое дело, когда происходит попеременное сгибание и разгибание выпрямления полотна. Может возникнуть усталостный излом. В пазухах зубьев образуются микротрещины, и как раз по ним полотно лопается в самом непредсказуемом месте, и не обязательно по сварке. Да, конечно, бывают нештатные ситуации, от них никто не застрахован, но их мы сейчас не берем. Чем же страшен обрыв полотна? Полотно движется довольно быстро, и скорость может находиться в пределах, например, от 300 с копейками метров в минуту до 1000. При обрыве полотна внутри пилы оно находится как бы в свободном полете, и резко остановиться не может. Естественно, у него есть масса, значит, есть инерция. Чаще всего внутри коробчатых конструкций ленточное полотно где-то цепляется, складывается в углах, либо просто гнется, либо дополнительно еще лопается. Ну и может еще разбить что-то внутри. Чаще всего это грозит испугом, потому что это довольно громкий резкий удар, но полотно остается внутри ленточной пилы. Однако так происходит не всегда. На больших ленточных пилах используются толстые ленты, и вот у них уже очень большая масса, большая инерция, и они сами по себе довольно жесткие. Вот на этих пилах ленточное полотно может выскочить наружу. Основная причина выскакивания полотна наружу – это неправильно установленная верхняя опора. Слишком большое расстояние до детали. Полотно жесткое, но ровно до тех пор, пока оно не лопнет. Как только оно лопнуло, оно превращается просто в веревку. Свободная часть полотна может вильнуть, сложиться и выскочить в сторону. Либо вбок, либо в сторону оператора. И она по инерции вытянет остальное полотно также вниз. На ленточных пилах промышленного класса, где в основном используются широкие и толстые ленты, внутри устанавливаются уловители, которые блокируют ленточное полотно при обрыве и не дают ему выскочить наружу. Уловители бывают электромагнитные, бывают механические, система разная. Но применяются они, еще раз повторюсь, в промышленных пилах. В маленьких пилах уловители не ставятся, и их роль выполняет верхняя опора совместно с защитой, плюс деталь. Наверное, в 95% случаев обрыв полотна происходит при пилении, то есть во время приложения нагрузки. Деталь выполняет роль тормоза ленточного полотна, и здесь оно не успевает сложиться между верхней опорой и деталью. Складывается оно внутри защиты и внутри кожуха. Так что для маленьких пил с легкими и мягкими полотнами уловители не обязательны. Так что возьмите себе за правило. Каждый раз правильно выставляйте верхнюю опору. Например, бывает ситуация. Вам нужно напилить несколько листов шпона, вы поднимаете опору высоко, а потом нужно шпон распилить просто по ширине. Казалось бы, да подумаешь, пильной один раз, а то нужно же ослаблять винт, крутить регулировочный штурвал, а потом возвращать все в исходное состояние, чтобы дальше пилить полоски шпона. Лучше не рисковать и каждый раз выставлять опору правильно. Ну а теперь поговорим об опасности работы с мелкими деталями. Чем меньше деталь, тем сложнее ее удерживать и сложнее контролировать. Покажу первый пример и он касается вкладыша. Буду использовать дубовую рейку, которую сейчас специально укорочу. В первую очередь поговорим о вкладыше. Вкладыши в 99% ленточных пил, пластиковые, и чаще всего, да также, наверное, в 99%, они просажены относительно уровня стола, то есть находятся ниже. С этим бороться можно и бороться с этим обязательно нужно. Я специально с вкладышем ничего не стал делать для того, чтобы показать вам один из вариантов установки вкладыша в уровень со столом. Однако, даже если вы выставили вкладыш вровень со столом и казалось бы все красиво, все равно не стоит надеяться на него, потому что он пластиковый и его жесткость меньше, чем жесткость стола. Кто-то сразу делает металлические вставки, например, из D16T, из латуни или из другого материала. Да, это очень хороший вариант, но требует определенных трудозатрат. У меня тоже была мысль сделать металлический вкладыш, но я отказался от этого, потому что использую другой очень простой и очень надежный и безопасный способ. Однако, вернемся к этому вкладышу. Распилим заготовку и посмотрим, как она ведет себя при распиливании. Думаю, вы обратили внимание, что деталь опрокидывается. У меня стоит очень хорошее полотно, оно не бьет, но в ряде случаев может произойти удар. Какой-то из зубьев сильнее захватит материал и деталь резко клюет. Вот именно на этом перепаде. Более заметно это на плотных породах при пилении совсем коротеньких заготовок. Ну и естественно, чем толще заготовка, тем сильнее проявляется этот эффект, потому что полотно сильнее захватывает конец деталей. И оно начинает плясать. Чаще всего это приводит к удару, который может привести даже к поломке вкладыша. Они делаются из очень прочного пластика, но тем не менее, в любом случае он будет прогибаться. Теперь смотрим дальше. Допиливаю заготовку, пока она не дойдет до конца вкладыша. На выходе деталь цепляется за образовавшуюся ступеньку между вкладышем и столом. Ну и начнем, пожалуй, с того, что устраним вот этот перепад. Все работы с ленточным полотном нужно производить при выключенной ленточной пиле из сети. На пилах, конечно, уже устанавливана защита, но лучше, если сетевой кабель будет лежать перед вами. Итак, первым делом мы замеряем величину перепада. Это можно сделать при помощи штангенциркуля. У меня этот перепад составляет 0,5 мм. Первым делом извлекаю вкладыш. Он толстый, мощный, к нему, в принципе, претензий нет, но его нужно чуть-чуть приподнять. Самый простой вариант – это проклеить пластиковое полукольцо. Можно приклеить на суперклей. Еще один вариант – это намазать сюда двухкомпонентную автошпаклевку, уложить вкладыш и придавить его при помощи дощечки. Так вы получите сразу идеальный уровень. Ну и, естественно, вкладыш для того, чтобы он не прихватился к автошпаклевке, нужно будет смазать немножко маслицем, иначе потом вы его не извлечете. Один из вариантов на скорую руку – это проволочное колечко. Проволочку желательно медную, потому что она мягкая, и вдруг в случае чего она просто проскочит внутрь и ничего не повредит. Толщина проволоки тоже 0,5 мм. Ее нужно будет свернуть в кольцо, диаметр которого заведомо больше, чем диаметр вкладыша, чтобы оно становилось в распор. Теперь укладываем кольцо в выемку, и можно устанавливать вкладыш. И вот я получил один и тот же уровень по всему периметру. Вариант с колечком рабочий, но не самый лучший, потому что рано или поздно от микроударов кольцо набьет себе место в пластике, и пластик вновь опустится. Чаще всего я использую очень надежный и очень простой вариант. Например, кусок шпона или кусок фанеры подкладываю, надпиливаю, и потом работаю на нем. Он является, во-первых, противоскольным вкладышем, во-вторых, дополнительной точкой опоры. Даже вот такой шпон толщиной 2,5 мм является более жестким, чем пластиковый вкладыш, потому что опирается длинными волокнами, опирается по всему периметру, и на нем работать абсолютно безопасно. Этим способом я пользуюсь постоянно, и вы наверняка не раз видели его у меня в мастер-классах. Способ очень простой и очень надежный. Нужно лишь под рукой иметь несколько полосок фанеры разного размера. Фанерку побольше для пиления крупных деталей, или какие-нибудь кусочки шпона для мелкой работы. При выпиливании сложных форм очень часто приходится делать пересекающиеся резы, и неизбежно возникают небольшие обрезочки. Их нужно сразу убирать во время пиления, конечно, по возможности. Этим обрезкам нельзя позволять скапливаться возле ленточного полотна. Давайте все рассмотрим на примере. Сначала использование штатного вкладыша. Мелкие огрызки, как правило, остаются за ленточным полотном, но некоторое их количество проваливается внутрь. Это не очень хорошо, потому что они могут попасть внутри под опору под подшипник, и произойдет удар. А теперь другая ситуация. Буду использовать надпиленный кусок шпона, как противоскол. Обрезки также остаются за ленточным полотном, никуда не деваются, но их желательно сразу убирать. Например, при помощи рейки или простого карандаша. У меня ленточная пила хорошо отстроена, практически нет никаких вибраций, и поэтому кусочки не ползают. Но часто бывает, что вибрация все-таки возникает, и какой-нибудь обрезок может попасть под зубья. Ну и давайте посмотрим, что произойдет в этом случае. Вроде бы как страшных ударов не наблюдается, но кусочки отскакивают с очень большой скоростью. А если бы это была какая-то твердая порода древесины, например, акация или какая-то экзотика, то здесь удары были бы намного сильнее. Ну и сразу отвечу на вопрос паникующих зрителей. Мне часто приходится напиливать несколько деталей точного размера, то есть по параллельному упору. И длина их не такая уж большая. Отпиливаю мою деталь, иногда подхватывая к ленточным полотном, происходит микроудар, и она куда-нибудь отскакивает. Портится торец. Чтобы этого не происходило, я придерживаю эти детали рукой. Когда вы смотрите видеоролик, создается впечатление, что рука проходит прямо вплотную к ленточному полотну. На самом деле нет. Здесь очень большое расстояние, ну, порядка 40-50 миллиметров. То есть я как бы нарушаю технику безопасности, не пользуясь толкателем, но в то же время у меня рука находится на безопасном расстоянии от полотна. Ну, а теперь традиционно немного физики. Речь пойдет об особо опасных ситуациях, которые касаются не только пиления коротких заготовок, но также и длинных, например, до полуметра длиной. К примеру, у нас есть доска, и нам нужно напилить шпон. Ну, что мы делаем? Правильно выставили опору. Например, вот здесь вот находятся подшипники. И подаем деталь. Расстояние минимальное, казалось бы, все красиво, и мы спокойно можем работать. Но, увы, не всегда. И даже не всегда при использовании фанерной подкладки. Очень хорошо, если деталь обрезана в 90 градусов на торцовочной пиле относительно базы, но такое, к сожалению, бывает не всегда. И я специально взял доску, которая будет очень показательной. Но сразу скажу, что на примере я этого показывать не буду, потому что где-то в 95% случаев это приводит к заклиниванию, к обрыву ленточного полотна, выламыванию вкладыша, ну а какие еще могут быть последствия, предугадать невозможно. Очень важно обращать внимание на то, как срезан передний торец, с которого вы начинаете пилить. В то время как форма хвоста, который вы допиливаете, когда уже нужно отделить одну деталь от другой, значения не имеет. Раз и навсегда нужно запомнить, что край доски, который мы подаем на ленточное полотно, должен иметь угол относительно базы не более 90 градусов. Рассмотрение начнем сразу с самой опасной ситуации, когда деталь выглядит вот так. Вот эта точка, это последняя точка опоры. Дальше уже ничего нет. Вот этот край нависающий. Сначала деталь просто лежит на столе, и мы надвигаем ее на ленточное полотно. Начинается пиление, и зубья начинают срезать верхний край. Естественно, они создают микроудары, создаются сопротивления, и эту часть тянет вниз. Даже если вы ходите в спортзал, и хорошо удерживая эти детали, у вас хватает силенок, вы не застрахованы от того, чтобы эта деталь опрокинулась. Что происходит при опрокидывании? Эта точка остается на месте, деталь наклоняется, и получается вот такая ситуация. Резкое врезание вот в эту вот область. Такое опрокидывание и врезание происходит лавинообразно. Стоит чуть зубу сильнее зацепиться, он сильнее опрокидывает деталь, остальные зубья врезаются еще сильнее и еще сильнее ее опрокидывают. Противодействовать этому процессу просто нереально. Если торез деталей срезан под 90 градусов, то здесь опасная ситуация уже вряд ли возникнет, если только вы зазеваетесь и каким-то образом выпустите деталь из рук. В любом случае, зубья начинают равномерно резать край, и удара не произойдет. Ну и чтобы раз и навсегда застраховаться от этих неприятных ситуаций, нужно взять за правило, что угол должен быть меньше 90 градусов. Полотно начнет его резать с нижней стороны, постепенно дорежет до верха, но точка опоры уже уйдет за пределы ленточного полотна, или хотя бы за пределы зубьев. Опрокидывания деталей, естественно, полностью исключены. Итак, что получается? Вот этим краем детали заводить ее на ленточное полотно нельзя, либо делать скос в обратную сторону. Заводить придется другой стороной. Здесь, как видите, угол в обратную сторону. Ну и, наверное, возникает закономерный вопрос. А как же быть, когда мы завели правильной стороной, а на выходе у нас получается вот тот самый обратный угол? Вот на выходе как раз абсолютно нет ничего страшного. Даже если деталь имеет очень сильный скос, вот тут еще недорезанная часть, а здесь уже все пропилено, да, эту часть может зацепить, но деталь опрокидывается в обратную сторону, и зубья выходят из зацепления, они набегают на деталь. Поэтому вот в этом случае никаких ударов не произойдет. Деталь должна надежно лежать на поверхности стола и не должна качаться, поэтому нижнюю базовую сторону желательно префуговать, или хотя бы более-менее ровно пристрогать. При покачивании деталь может закусить ленточное полотно, и могут происходить микроудары. Это что касается пиления брусков. И еще более сложная ситуация, когда нам приходится пилить кругляк. Пилить кругляк на ленточной пиле очень небезопасно. Как частный случай, можно распилить круглое бревнышко только посредине. Если вы начнете пилить его сбоку, спиливая какую-нибудь тонкую ламель, то неизбежно оно будет прокручиваться, закусывать полотно, вплоть до того, что произойдет удар и излом полотна. Но если уж вам остро необходимо отпилить обзол от круглой детали, то нужно обязательно использовать стапель, который жестко лежит на столе. На базовую доску можно прикрутить небольшие деревяшки, через которые в торец закреплять кругляк, с одной и с другой стороны. Также снизу можно сделать гребень, который будет ходить в пазу, и получить салазки. Такие способы не раз описаны в интернете, я живьем показывать не буду. Еще одна опасность может подстерегать при пилении кругляка поперек, и чем больше диаметр, тем больше риск. Полотно может захватить материал, и деталь прокатится, просто провернется, и произойдет в точности та же ситуация, которую я рисовал, когда рассказывал об опрокидывании детали. Пиление деталей круглой формы или других сложной формы, не имеющей базы, которая надежно лежит на столе, это очень распространенная ситуация. И еще более сложный вариант, когда вам нужно раскроить кап. Допустим, от этого капа мне нужно отпилить какой-нибудь кусок, и как же быть в этом случае? Даже не может быть и речи о том, чтобы удерживать руками, и спиливать его наискосок. Поскольку у меня есть одна базовая плоскость, я должен буду расположить этой плоскостью деталь на столе, потом сделать какой-то промежуточный рез, получить новую базу, и уже относительно нее делать другой рез. Это неизбежно приводит к образованию большого количества обрезков, и нерациональному использованию материала. Но из этой ситуации есть очень простой и надежный выход, и я покажу его на примере с кругляком. Например, вот такая круглая заготовка. На больших диаметрах или на капе этот способ тоже будет работать, только масштабы другие. Итак, при поперечном пилении круглых деталей, полотно неизбежно будет ее тянуть и пытаться опрокинуть. Усилия рук вам не хватит для того, чтобы жестко удерживать деталь. Для того, чтобы справиться с этой ситуацией, нам нужен рычаг. И может быть обычная струбцина. Желательно, чтобы захват струбцины был чуть-чуть больше, чем радиус бревна, то есть половина диаметра. Устанавливаем струбцину и хорошенько зажимаем. За счет того, что захват больше, чем радиус, она как бы обнимает бревнышко, и оно в любом случае не провернется внутри струбцины. Чем длиннее струбцина, тем лучше. И вот таким рычагом мы уже сможем предотвратить опрокидывание детали. Если же способ струбцины вам не нравится, или вы боитесь, что вам все-таки не хватит усилия, есть еще более простой способ. Ну, он занимает чуть больше времени. Нам всего лишь понадобится любой деревянный брусок. Его нужно уложить на дальнюю сторону деталей и закрепить, например, при помощи термоклея в нескольких точках. Этот брусок не даст опрокидываться бревнышку вперед в начальный момент пиления. Ну, а когда вы допилите до середины и пойдете дальше, здесь уже опасных ситуаций не возникнет. Но, пожалуй, еще одна неприятность – это складывание заготовки. Например, вот такой случай, когда деталь нависает, то есть она опирается краями, а пилить нужно в промежутке. Выбирать нужно такое положение детали, чтобы в том месте, где мы будем пилить, была точка опоры. Заготовка касалась рабочего стола. Если ни в одном из положений точку опоры в этом месте не получается найти, то велик риск того, что деталь сложится, зажмет полотно и произойдет удар. Из этой ситуации также есть очень простой выход. Здесь же на ленточной пиле можно выпилить из рейки небольшой клин и подсунуть его под заготовку, чтобы создать дополнительную временную опору. Эта опора не даст провалиться в середине, и заклинивание не произойдет. А теперь поговорим об одной неприятной ситуации, которая не является чрезвычайно опасной, но все-таки неприятной, потому что можно пораниться. Речь идет о подрезке в ширину деталей большого сечения. Например, у вас есть кусок деревяшки сечения, например, 200х204, а вам нужно получить 200х200. В рейсмус такая деталь не проходит. Можно, конечно, воспользоваться фуганком, но многие прибегают к работе на ленточной пиле. Вам нужно срезать тонкую ламель. И это же касается напиливания листов тонкого шпона. Вы устанавливаете 200 мм между ленточным полотном и упором, и отпиливаете. И полотно идет близко к наружной части. Если полотно острое, все проходит прекрасно, четко и гладко. Но если полотно подтупилось, вам приходится прикладывать большую нагрузку. Мало того, что высота пиления очень большая, плюс еще подтупленное полотно заставляет вас чрезмерно давить на деталь. Что происходит в этом случае? Вот ленточное полотно шириной 16 мм. И я думаю, этот пример будет очень наглядным. Верхние и нижние опоры не дают полотно смещаться назад. А вот середина у нас ничем не подпирается. Любое ленточное полотно может изгибаться в поперечном направлении, но не может изогнуться в своей плоскости. Что же происходит при приложении слишком большой нагрузки? Я буду выворачивать полотно руками, имитируя нагрузку по центру со стороны зубьев. Посмотрим, что получается. Сейчас хорошо видно, что полотно начинает выворачивать. И сторона с зубьями отходит в сторону гораздо сильнее, чем об ушок. В результате полотно внутри деталей изгибается и начинает пилить по полукругу, вырезая эдакий полумесяц. Когда мы пилим деталь, мы всегда придерживаем ее сбоку, для того, чтобы прижать к боковому упору. И вот как раз если полотно вильнет, оно может в непредсказуемом месте вылезти наружу и поранить вас. Еще раз повторюсь, что эта ситуация происходит чаще всего, когда полотно затупилось, либо в тех случаях, когда вы слишком торопитесь и полотно не успевает срезать материал, поэтому его выдавливает в сторону. Чтобы себя обезопасить, возьмите за правило прижимать деталь к параллельному упору до ленточного полотна, либо после него, но не напротив. Эффект выдавливания ленты в сторону на полотнах разной ширины проявляется по-разному. Чем шире лента, тем она жестче в своей плоскости. И чем она уже, тем больше она приближается по своим свойствам к обычной проволоке. И она может немножко изгибаться. Поэтому я практически полностью отказался от применения широких полотен и чаще всего использую ширину лент 12,7 либо 16 мм. По идее, чем шире и толще полотно, тем более стабильно оно ведет себя в материале. И рез дает более чистый. Но на самом деле все немножко не так. При хорошо заточенных лентах, при одинаковой форме зубьев и одинаковом количестве зубьев на дюйм, практически нет никакой разницы, каким полотном пилить. Они будут пилить одинаково. И если вы не будете торопиться, то узкое полотно работает намного лучше. Если вы вдруг почувствовали, что полотно начинает зажимать, то есть его начинает уводить в сторону, просто немного уменьшите подачу. Подавайте еле-еле. И такое полотно выровняется. А вот широкое полотно, к сожалению, выравниваться не умеет. И как оно пилило криво, так же оно криво и будет пилить дальше, даже еще сильнее. А теперь о напиливании нескольких листов шпона большой ширины. Существует два правильных рациональных способа. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Первый способ я уже не раз показывал. И он заключается в том, что перед пилением нужно отфуговать базу, после чего мы выставляем параллельный упор на нужную толщину шпона, ну, например, 3 мм. И от базовой плоскости делаем первый рез. После пиления поверхность нарушается и становится шероховатой. Плюс еще возникают неровности. Эту базу нужно вновь отфуговать. И после на той же настройке отпиливать следующий лист шпона. Этот способ очень хорош, но он не совсем рационален. Потому что, во-первых, вам приходится тратить время на поход от одного станка к другому. Вы тащите за собой деталь, занимаетесь спортом. Тратите время на то, чтобы заново прифуговать плоскость. К тому же, когда речь заходит о ценных породах древесины, фуговать нерационально, потому что вы изводите материал в стружке. Более опытные мастера пользуются другим способом. Я его, правда, не показывал никогда в мастер-классах, но часто им пользуюсь. На доске, конечно же, фугуется база, относительно которой производится напиливание листов. Но напиливание происходит не с внутренней стороны, а с наружной. После отпиливания первого листа шпона вам придется смещать параллельный упор ближе к ленточному полотну на толщину шпона плюс на ширину реза, который делает ленточное полотно. Например, вам нужен шпон 2 мм и миллиметр пропиливает полотно. Каждый раз придется смещать параллельный упор на 3 мм. Но в принципе это не так уж и сложно. В результате у вас получается, что вы каждый лист напиливаете от одной единственной базы. И все листы у вас получаются, конечно же, шероховатыми, но зато все они будут ровными. Да, у вас получаются листы, которые шероховатые с обеих сторон. Но эта шероховатость с легкостью убирается, например, орбитальной шлифмашинкой. И не нужно изводить материал стружки на фуганке. Мне часто приходится наблюдать, когда мастера выставляют необходимую толщину шпона и напиливают несколько листов без промежуточной прифуговки. Этот способ является абсолютно неправильным, потому что ленточное полотно нарушает плоскость, возникает погрешность. В результате вы теряете базу и следующий рез будет еще более кривой, потому что погрешности складываются. И чем больше листов, тем больше суммарная погрешность. Надеюсь, информация была для вас полезна. Не забудьте сделать репост этого видео, потому что я надеюсь, оно спасет не один десяток или сотню пальцев. Также не забудьте поставить оценку. А на этом на сегодня все. И до новых встреч.